так ребят всех приветствую вторая часть прохождения игры чернобыль что давайте построим нашу базу да давайте нажмем b так ну значит б чтобы построить базу нажал или не тубы нужно нажимать я так и не понял какую бы что от меня хотят так в режиме строительства можно отметить построенные структуры и разбить их ну а вот окей такие хлам до забираем допустим все здесь закончили так нет не закончили еще есть хорошо давайте весь хлам пособираем а дальше уже будем смотреть потому что что-то не совсем понятно так показатели базы комфорт база 0 0 0 0 хорошо все у нас пока по нулям так и шо делать шо делать на эфочку да или нет во первое есть первый столик пошел окрутить его никак нельзя к сожалению нет ладно давайте наверное поставим его вот сюда отлично дальше дальше у нас нет возможности строить хорошо привет ты кто понимаю стол для починки допустим хорошо допустим ладно давайте смотреть еще если у нас тут где-то мусор наверху не туда так к тебе мы сейчас еще подойдем я смотрю старая радио . михаила опять работает до антон все починил перед тем как мы ушли может пригодится мне так жаль оливер правда но нам нужно сосредоточиться согласен можно сосредоточиться так так конечно все хорошо насчет меня вот эта вот система крафта не нравится как не с тобой взаимодействовать не как походу никак хорошо крутить я понял как назад 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 сейчас секунду так что это такое доступно к постройке инвентаря хорошо так у нас нету да на у нас компонентов нету ухты ё-моё легко где-то к этой стенке наверно наверно и будем ставить хорошо отлично отлично давайте еще раз глянем так а ты кто ты кто освещение стоит ли нам сейчас ставить тут освещение с вами или нет давайте наверно между этими блоками попробуем вставить одну штуку и сюда одну ну все шикарно так давайте посмотрим там по моему где то есть у нас наша комната если ошибаюсь есть наша комната давайте заглянем что то есть так чертежи хорошо так чертежи шкафчик даже проигрывать лезь что-то как-то стремно все спать мы не можем да правильно понимаю на спать мы не можем хорошо пошли к нашему нашему другу пусть расскажет что тут происходит так сказать ему то что татьяна не может ожидать согласиться с оливером ладно давай будь по-твоему рад что ты прислушался видишь эту доску за мной будем использовать ее для планирования опиевшки пробраться на станцию найти то что ты ищешь или ту кого ты ищешь каждую зацепку все сведения ресурсах все будем отмечать здесь а действует начнем когда момент будет подходящей пока что сосредоточимся на том чтобы закрепиться здесь сразу же мы используем этот склад как базу нужно накопить припасов и все тут обустроить начнем с мест для сна может какие-то старые кровати найдутся так напомнить нам кто здесь главное согласиться с оливером хорошо давай так так и поступим отлично я сделаю все возможное чтобы помочь тебе узнать что случилось с татьяной так ее звали да и еще кое-что пока ты не ушел оружие нар имеет биометрический замок мы не сможем им воспользоваться так что придется защищаться тем что есть держи это на самый крайний случай я так понимаю с оружием ты обращаться умеешь ну тогда ты готов я в тебя верю игорь так спасибо 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 так что ты у нас тут кто ты кто ты что ты давайте смотреть минус антон оливер хорошо кто-то должен прикрывать нас может снайпер я могу проник на александр свою понял ладно выходим какой отсюда вид вся зона отчуждения как на ладони каждый день начинается с планирования выберите какую миссию будете выполнять сами какую доверите олиру подумайте хорошенько ага вы можете выполнить только одну миссию в день хорошо хорошо и правда отсюда все видно один ты не справишься но есть другие они помогут тебе даже не знаю с чего начать дать поручение оливеру давайте или сделать все самому давайте самому самому пошли ну начать миссию некоторые из союзников не участвуют ни в одной миссии вы уверены что хотите продолжить да хочу кажется что мы теряем будем сами выполнять тем более у него рука сейчас простреляна и не вижу смысла напрягать его тем более хочет сделать хорошо сделай это сам так давай давай прогружайся вот отлично дай мне посмотреть на ствол экипировать так нормально но наверное давайте давайте посмотрим если здесь какие то компоненты так находясь в зоне за пределами базы вы можете создавать другие вещи нажмите B чтобы начать процесс ага это что такое ловушки ловушки минные ага 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 фейерверки ладно нам пока миссии эти ловушки не надо давайте исследуем местность давайте местность исследуем во грибочки пошлите пошлите искать нам по моему там кровати да надо найти или что мы тут делаем какова цель миссии я так и не посмотрел так уходим отсюда так получены предметы в 2 из 7 ага ну насколько я понял мы сейчас собираем свои компоненты правильно чтобы что то построить блин вот это плохо не прочитал сейчас будем просто бродить Так, надеюсь, здесь сейчас не будет никого, и мы спокойно сможем полутаться. Так, подобрать отмычку, да? Хорошо, отмычки у нас с вами нет. Наверное, мы все-таки сможем ее создать, но позже, я так понял. Так, кто это? Так, задание выполнено, правильно? Правильно, можем возвращаться домой. Так, вы выполнили первое задание. Когда будете готовы, используйте генератор порталов, чтобы вернуться в убежище. Ага, ага, понял. Так, давайте, наверное, назад и вернемся. Давайте, наверное, назад и вернемся. Как раз проверим, как это все работает. Так. Эта стратегия вроде работает, Игорь. Похоже, мы можем проникать в зону и выбираться оттуда, не привлекая внимания. Ну как успехи? Как продвигаются поиски твоей старушки? Все еще хочешь вернуться на электростанцию? Я должен туда вернуться. Я чувствую, что она там. Чувствуешь. Ох, удивляешь ты меня, профессор Хеменюк. Доверять предчувствиям важно. Но без железобетонных доказательств я не собираюсь рисковать жизнью, как в тот день, когда погиб Антон. Не беспокойся, Оливер. Я же не сумасшедший. Сначала соберу все данные, и только после этого мы придумаем новый план. Доказательства, улики, планы, сведения, ресурсы. Нам нужно все, что приблизит тебя к цели, Игорь. Ладно. Что у тебя? Обсудим через минуту. Но сперва я хочу, чтобы ты принял кое-что к сведению. Продолжай. У тебя появились новые обязанности. Ты нанял меня, арендовал этот склад. Так что теперь ты командующий на этой базе. А значит, несешь ответственность за снаряжение, которое здесь хранится. И что важнее, за все пайки. Пора начать мыслить стратегически. Ты возглавляешь военную операцию. Руководство базы и забота о личном составе на тебе. Голодать херово, знаю по себе. Если не обеспечишь личный состав пайками, никто не захочет воевать. Может, даже разбегутся. Кроме того, когда ресурсы ограничены, важно считаться с психологией групп. Выбирать себе любимчиков. Награждать горе бойцов. Игнорировать тех, кто честно терпит все тяготы военной жизни. Самый верный способ вызвать недовольство личного состава. Какой личный состав? Наши всего двое. Это пока. Если ты и правда хочешь пробраться на электростанцию, нам понадобятся еще люди. Тебе необходимы сильные и умелые бойцы. И каждому бойцу нужно где-то спать. Что-то есть. И чем-то стрелять. Знаю, ты хочешь выкинуть все это из головы и ринуться на поиски. Но прояви терпение. Тебе нужен план. Тебе нужно время. Не игнорируй потребности своих соратников. Займись складом. В противном случае ты ничего не добьешься. Ты прав. Мне нужно отнестись к делу серьезно. Именно так. И не забывай. Ты всегда можешь обратиться ко мне за советом. Я помогу. За это ты мне и платишь. Да, каждый день ваши союзники будут делиться отчетами о миссиях, на которых вы их назначили. Успешно ли завершили миссию и чего добились? Здесь хорошо. Хорошо. Так, нет еды. Нет еды, Оливер. А давай какая? А как тебе дать покушать? Выбрать паек. Так, целый паек. Вы уверены, что хотите завершить раздачу паеков? Нет, погоди. Ну и целый паек, да. Да. Пока нас двое, можно и по целому паеку раздать. Так, вечером вы сможете настроить структуру на базе, интервироваться с командой, использовать собранный ресурс и очки навыков. Хорошо. Окей. Я, конечно, это в играх не люблю, когда начинается вот это вот строительство. Как военный, я привык спать в суровых условиях. Ну разве это обязательно? Может найдешь еще несколько кроватей? Так, поставь больше кроватей. Давай. Да, здоровый сон повысит нашу эффективность. Хорошо. Давайте смотреть, где у нас тут есть с вами кровати. Что это такое? Угу, угу, угу. Уют, да? Так, стены, перегородки. Разделите лагерь на отдельные комнаты, чтобы у ваших напарников было личное пространство. Мебель. Так, кровать, кровать, кровать. Угу, что-то такое стол. А у меня кровати нету для тебя. Для тебя кровати нету. И что делать? Ладно. Ладно. Погоди, а ты не можешь пока месть поспать? Нет? На моей кровати. Иди ложись. Иди ложись, а мы пока месть... Пока месть посмотрим. Может сможем добыть еще. Так, бинокль. Станется темно. Ага. Оставайтесь на базе и поспите. Вы сможете исследовать зону завтра. Хорошо. Так, чувак, а где мне тебе кровать достать? Это тебе не подойдет, не? Верешь, где закончить и пойти спать? Да, хочу. Да, хочу и нахожу найти потом кровать для нашего... Для нашего челика. Так, Оливер должен был спать на полу. Хорошо. Ты не будешь спать у меня на полу? Без проблем. Мы тебе сделаем. Только давайте определимся, где и как его устроить. Где наша кровать? Так, давайте тут посмотрим. Изготовление брони, контейнеры. Ага, ага, ага. Не, это все не то. Это все не то. Уют союзников. Так, электроника, освещение, мебель, стены, декорация. Допустим, к примеру, мы построим для тебя вот такую вот комнатку. Здесь ты же не будешь против? Так, раз. Надеюсь, ровно, да? Так, погоди, повернись. Во, да. Отлично, отлично, отлично. Давай, разворачиваем. Ага, грибов не хватает, хорошо. Давайте идти искать либо кровать, либо что, я не знаю. Я знаю, что ты там, мышонок. Ответь. Кто это? У меня есть вопрос получше. Кто ты? Что? Шучу, мышонок. Я шучу. Я знаю, кто ты. И знаю, что ты ищешь, ясно? Думаю, для начала этого хватит. Послушай, я хочу тебе кое-что показать. Кое-что очень важное. Но нам нужно встретиться лично. На словах не объяснишь. Это надо видеть. Я не знаю, кто ты. Я не полезу вслепую в очередную ловушку. В слепую? Ну что ты, наоборот. Я хочу, чтобы ты все увидел. Встречаемся в командном центре радара Дуга. Ты ведь знаешь, где это, верно? Радар Дуга? Да кто ты, блин, такой? Так, радар Дуга, конечно, это все хорошо. Но мне каравать нужна. Слышал твой разговор. Что собираешься делать? Вероятно, встречусь с таинственным незнакомцем. Главная тайна этого незнакомца в том, почему он до сих пор не привязан к койке, а не накачан галоперидолом. Думаю, он может что-то знать. Мне стоит рискнуть. Конечно. Он может что-то знать. А может, просто ждет, когда можно будет проломить тебе череп и съесть твою печенку на ужин. Не думаю, что это хорошая затея. Слишком похоже на ловушку. Так, 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 успокоить Оливера. Похоже на ловушку, но мы не можем его игнорировать. В любом случае, у меня есть пушка, и я буду очень осторожен. Да уж постарайся. Мне бы не хотелось наткнуться на твою отрезанную башку где-нибудь в камышах. Чтобы я не думал о таракане, без него я вряд ли смогу отыскать Татьяну. Ты уверен? Ты просто мчишься навстречу смерти. А этот, чохнутый, уже знает, где мы. Может, он сам или его шизанутые друзья прямо сейчас нас окружают. Здесь отличная точка для обороны. Мы сможем засесть тут и отстреливаться, если придется. Ценю твое стратегическое мышление, Оливер. Но я должен это сделать. Так, мы должны это сделать, но для начала давайте найдем кровать для нашего чилика. Так. Падущесть в Чернобыле меняется каждый день. Дождь может заулушить исходящий от ваш шума. А там он... Ага, поле зрения. Хорошо, хорошо. Так, это мы выполнили, правильно я понимаю? Так, рыжий лес. Так, поставка припасов. Припять. Поставка съестных припасов. Ага. Так, выброска патронов. Ужло патронов. Ага. Так, давайте, наверное, отправим нашего... Оливера. Давайте отправим нашего Оливера. Так, прежде чем игр покинет базу, для него нужно выбрать миссию. Ну, так я выбрал. Я для Оливера хочу. Хорошо. Ладно. Давайте так. Да, начинаем. Только я не знаю, где искать кровати, если у меня чертежи даже кровати нет. А я не хочу, чтобы наш друг спал на полу. Плюс еще с простреленной рукой. Сейчас придется, знаешь, шуршать полностью все здесь в округе. Не привлекая внимания. Блин, вроде начало хорошее было, но сейчас вот эти вот... Вот эти вот лутания сейчас меня немножко напрягают. Так, забрать, 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 забрать. Так. Я так понимаю, здесь по-любому есть какие-то враги, да, которые на нас будут охотиться и постараются нас с вами застрелить. Так что будем немножко аккуратными. Так, детали взяли. Цветочки и гробы взяли. Что-то тут у нас такое интересное. Канистру взяли. Хорошо. Ага. Сможем ли мы с удой пройти? Так, вроде смогли. Давайте попробуем внутрь зайти. Только возьмем, наверное, возьмем, наверное, ствол. Возьмем на всякий пожарный ствол. Не хотелось бы, чтобы здесь какой-то контроллер сидел. Хотя, наверное, навряд ли. Хотя, навряд ли. Но предосторожность не помешает. Может, как раз и кровать найдем? Хэштег «Дайте кровать». Так. Хорошо. Все. Полностью залутали. Ничего нет. Блин, блин, нам бы, кроме пехолев, наверное, еще какую-то пушку. Не знаю, если мы сейчас кого-то кого-то, так сказать, обезвредим. Заберем у него ствол. Заберется ли он у нас? Будет ли вместе с нами или нет? Значит, нам нужно найти какого-то челика. чтобы отобрать у него ствол. Тихо. И самое интересное, даже без понятия, это... Это враги или кто это? О, здорово. Что за черт? Что? Плохо дело. Да. Как это случилось? Эти твари напали. Последняя меня достала, но я ей башку снес. Теперь я здесь застрял. Ты хочешь застрелиться? Я не идиота. Я понимаю, что мне отсюда не выбраться. Хотя бы... Позволь мне самому все закончить, пока снова не появились эти твари. Или... Убей меня. Ты хотя бы человек. Жесть. Попытаться освободить ему, дать ему пулю. Давай попробуем помочь освободить его. Должен быть способ как-то освободить тебя. Можешь его поискать. Только не оставляй меня в подвешенном состоянии. Хорошо. Как мне тебя освободить? Как мне тебя освободить? Ага. Мы что-то сделали. Ты только будь осторожней теперь. Ладно? Буду. Слушай, я тебя запомню. Как знать. Может, однажды сочтемся. Так, не. Спасибо. Сочетаться с нами не надо. Вот ты подумай. Я уже изжил... Ты только будь осторожней. Буду. Так. Буду, буду, буду. Хорошо. Ладно. Я у тебя тут немножко забрал компонентов, и надеюсь, ты не сильно обижаешься. Но кровати так и не вижу. Какое-то самое смешное. Так, я так и не понял, какую миссию мы выполняем. Не люблю читать, в принципе, в играх миссия-задание. Так что будем, полагаться, как говорится, на случай. Так, что у нас тут есть? Так. Так, дай мне сюда сенсор. Ага. Не, ну хоть... Как говорится, хоть кому-то помогли, и то хорошо. И то отлично. Так, у нас что-то находится в 40 метрах от нас. Надеюсь, это не грибы. Ну, давай, пошли. Стоять. Я кого-то услышал. А если мы кого-то слышим, значит... Значит, берем... У руки ствол. Я не знаю, какие тут монстры, и насколько они здесь сильные. Так, что это? Не понял. Что произошло? Так. Так, надеюсь, это хороший знак. И мы нашли что-то ценное. Я надеюсь, конечно, надеюсь. Так, ладно. Идемте дальше. Вы достали... А, вы достали нового уровня. Угу. Угу. Очки. Очки навыков. Хорошо. Так, давайте смотреть. У нас доступны очки навыков. Это, я так понимаю, мы можем только на базе, да, их? На базе. Хорошо. Спальное место. А-а-а-а. А-а-а. Удобная кровать. Химикаты нам нужны, да? Нам нужны химикаты. Вот оно что, Михалыч. Ладно. Давайте искать химикаты. Все. Понемножечку начинаем разбираться. Говорится, ребят, сори. Что-то плюну. По-другому никак. Нам нужны теперь химикаты. А-а-а. Ладно, не забыть, куда я тыркал. Потому что я такое себя знаю. Сейчас такой, а-а-а, ура, классно шел. А потом, что нажимал, что делал? Зачем делал? Без понятия. Давайте немножко пробежимся. Так, я так понимаю, мы сможем подняться сюда наверх, да? И найти... На помощь! Ты чего? Пожалуйста! Ты чего? На помощь! Ты кто? Привет, братья! Сейчас, погодь. Механические детали. Ага, все. Убраться не могу. Ладно. А вон, по-моему, их химикаты. Сейчас, две секунды, парниша. Две секунды. Сейчас поможем. Правда. Просто мне нужны компоненты для кровати. Это оно? Да, есть химикаты. Так, а хватает ли нам химикатов? Либо не хватает. Так, спальное место. Угу. 2,9. Диван. Комфорт базы, 20,60. Спальник. Блин, ну если не найдем химикаты, значит будет спать у нас он на диване. Так, да, братиш, что хотел, что случилось? Ты следующий! Кто? Кто следующий? А ты? Так, я так понимаю, нужно носить отсюда ноги, правильно? Потому что нам кто-то угрожал. Как говорится, а ты? А ты следующий? Так, что у нас еще осталось? Сколько? 293 метра от тут? Ага, все. Только 293. Ага. Так, дайте мне химикатов, пожалуйста, немножко. Говорится, совсем кропулечку. Если не сложно. Так, ага, сюда мы не пройдем, ладно? Блин, вот этот вот эффект просвечения кустов, когда ты заходишь, к примеру, в кусты, они начинают просвечиваться. Что-то как-то немножко напрягают. Вот эти вот эффекты. Это как в этом, как его, как в картошке. Когда, типа, 15 метров от кустов отходишь, они перестают быть прозрачными. Так, давайте посмотрим, что у нас тут 100 метров осталось. Так, ты компоненты? Механические детали. Хорошо. Химикаты, химикаты. Не, ножом разрезать нельзя. Ну и ладно, ну и ладно. Так, привет. Электронка, ага. А нам нужны химикаты. Так, а давайте посмотрим, есть ли у нас здесь сеть, как его, отмычки. Так, инструменты для создания предметов, инструменты для строительства. Костер, лаборатория, понял, оружейное дело. Станок, станок, станок. Освещение, мебель, электроника. Так, а что по поводу еды? Где у нас еда, 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 еда? Так, оружейное дело. А еды я у нас и не вижу. Что за брит? А, вот источник питания. Качество воздуха, ага, 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 понял. У нас в источниках питания, как говорится, только качество воздуха. Ну да, в принципе, солнечной энергией. Будем питаться. Так, у нас пошло сохранение. Не знаю, либо это автоматическое, или нас сейчас что-то сейчас ждет здесь. Так, давайте пробежимся немножко сюда. Привет. Привет, грибы. Потому что ты забыл в радиатор воды налить, идиот. Вот сраный двигатель и перегрелся. Чего сказал? Сам иди в жопу. Это ты должен был воды налить. Это твоя работа. И косяк тоже твой. Да ладно, ты такой хороший водитель. Да? Отлично. Вот тогда двигай сюда и забери меня. Твою мать. Ага. Так, у нас тут челик. У нас тут челик. Так, предлагаю челика лускнуть. Как вам такая идея? Лускнуть челика и забрать у него ствол. Так, только предлагаю как-то это все сделать по-тихому. Может как раз у меня тут и еда будет, и кровать, и диван. Так, а ты где? Ты где, братиш? Так, это мы забрали. Ага. Вот иди. Здорово. Давай потихонечку попробуем его обезвредить. Все. Ой, хорошо. Отлично. Отлично. Все. Теперь у нас есть с вами калаш. А где наш калаш? Алло. Ну я же забрал калаш. Я не понял. Где калаш, подла? Патроны для винтовки, спирт. Ага, ага, ага. Ладно, ладно. Ну вы видели, да? Я оружие забирал. Не знаю, может она как-то разбирается. Или у нас места с вами нету. Ладно. Даже неинтересно, даже неинтересно. Пошлите дальше выполнять задание. Либо мы не можем забирать с вами оружие у челиков. Можем только патроны. А нам нужно будет самим создавать. С этим мы еще потом разберемся. Давайте, наверное, выполним задание. Сделаем диван для нашего чела. Забыл, как его зовут. У которого рука прострелена. И на этом серию, думаю, закончим. Я не знаю, буду ли я записывать полностью все такие оброждения. Интересно ли вам смотреть или нет. Или я просто уже как выполнил задание, либо построил. Так, что у нас тут есть? Ничего. Игра прикольная. Но вот эти вот оброждения и ходения. А еще пока не понимаю, что нужно делать, то... Немножко теряйся. Так, а как мне туда к тебе пробраться, скажи, пожалуйста? Как мне к тебе пробраться? 40 метров осталось. Тихо. Никого. Да-да-да. Аля ты, крыса. Так, интересно, слышишь? Учитель Сплинтер. Сколько у вас тут человек? Интересно, сколько их тут человек? Не хочется и свои патроны тратить на них. Кофе с бренди? Не, кофе с лимоном будет вкуснее. Без бренди. Так, один человек. Второй. Так, ребят, давайте, наверное, их трогать мы не будем. Давайте, наверное, трогать мы их не будем. Дебильная работа. А я дебил, что ли я выбрал? Хе-хе-хе, согласен. Согласен. Давайте, наверное, их трогать не будем. Давайте, наверное, просто пройдем. Давайте, наверное, просто пройдем. Кажется, я что-то заметил. Странно. Все-все-все-все-все-все-все, тут ничего нету. Тут ничего нету, тебе показалось. Блин, не хочется перестреливаться. Да-да-да, это Микки Маус был. Надеюсь, попадутся в бешеные собаки. Всегда хотел собаку пристрелить. Слышь? Не трогай собачку. Потому что придет Джон Вик. И дальше ты знаешь, что с тобой будет. Так, 11 метров. Нам нужно что-то забрать, я правильно понимаю? Да, у них нужно будет что-то забрать, отобрать. Ага. А, здорово, братишка. Сколько вас тут много. Сколько же вас тут много человек. Так, стоять. Кляк, а давай ты отойдешь подальше, и ты уйдешь. Давай. О, красавчик. Что это было? Тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихонечко. Так, ну все, задание мы выполнили, правильно я понимаю? Можем мы сюда и улетать. Все, ребят, давай, до побочения. Серьезно, не хотелось устраивать перестрелку. Я думаю, подружки нам и так пригодятся. Так, а давайте теперь смотреть, что мы можем с вами сделать. Привет. Как оно? Награда 0,5. Хорошо. Не выполнено. Ладно, Оливер, ладно. Не переживай. Не выполнил, так не выполнил. Половина пайка, нет еды. Давай половину пайка тебе дадим. Давай нам тоже. Вы уверены, что все? Да, уверен. Полпайка. Ага, у нас здоровья мало. Так, погоди. Так, у нас же вроде есть еда, да? Так, успокоительная мазь от радиации, лечебная мазь. Химикаты. Ладно, идемте делать кровать. Идемте делать кровать. Так, дайте посмотреть рецепты. Спальное место. Вот, удобная кровать. Ну, и как мне ее создать? Ну, ввести. Все, ввожу. Алло. Как мне ее создать? Погодите. Погодите, погодите, погодите. Ага. Мебель. Мебель, мебель. Это понятно. Не, не кровать нужно. Мне нужна кровать. Как, 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 как. Так, союзники. Навыки. Доступно очков навыков 1. Хорошо. Как мне изготовить кровать? Ну, F-ку я нажимаю. Не поверите, F-ку я нажимаю. F-ку, G, 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 M, F. Вот, F-ку я нажимаю. Не хочет. Диван, спальник. Может, я что-то не понимаю. Ладно, давай попробуем спальник создать. И спальник не хочет. Бред. Бред, бред, бред. Так, доступно постройки. Хорошо, давайте смотреть здесь. Что у нас здесь есть? Инструменты. Ага. Улучшение базы. Улучшение базы. Может, улучшение базы? Нет, это не то. Улучшение базы тоже не то. Ага. Доступно постройки. Так, инструменты для создания предметов. Инструменты для создания предметов. Доступно постройки. Может, эту штуку нам нужно поставить, чтобы мы могли создавать с вами предметы или нет. Вот это вот честно я без понятия. Эта лаборатория сложно назвать высококлассной, но в ней есть все необходимое. Дистиллятор, горелки. Ага. Следите за тем, чтобы инструменты всегда были в хорошем. Понял, понял. Так, роликовый станок позволяет... Ага. Заготаливать, назовите. Ага. Понял. Так, давайте, наверное, ребят, на этом серию и закончим. Игорь, мою урану надо обработать. Игорь, я ранен. Можешь дать мне аптечку? Дать ему лекарства. Спасибо. Мне уже лучше. Обращайся. Обращайся. Так, показать наряжение. Как скажешь. И что, у тебя есть? Ладно, с этим мы потом разберемся. Все, ребят, спасибо, кто посмотрел до конца эту серию. Следующий продолжим. Не знаю, я попробую разобраться, как нужно сделать диван нашему другу Оливеру. Либо кровать, чтобы он на полу не спал. И дальше продолжим проходить. Все, ребят, всем пока-пока и до потом.